Приветствую всех в Job School, с вами я, Достон. И в сегодняшнем уроке мы с вами поговорим о путешествиях, так как скоро приближается лето, и мы должны подготовиться. А именно мы поговорим, как общаться, как спрашивать что-то в аэропорту, так как это наверняка будет вам полезно. Давайте же начнем урок. Вот список того, что нам пригодится. Но начнем, пожалуй, с booking and reservation. Многие думают, что это одно и то же, так как переводятся они примерно одинаково. To book something, или to reserve, означает предварительно заказать что-то. Но есть некоторые выражения, которые присущи только одному из этих глаголов. You book a flight. You book a hotel room. А с другим вы можете только сказать You make a reservation at the restaurant. Значит, все, что связано с какими-либо местами для проживания, относятся к слову booking, а заказ только в ресторане reservation. Следующая пара слов связана с прокатом машин. В английском это можно сказать словами rent и hire. Второй чаще используется в британском английском. Американцы и канадцы говорят rent. Ну, например, to hire a horse – нанять лошадь. Или to rent a car – взять на прокат автомобиль. Следующее, о чем вы должны позаботиться, это baggage. Ваш багаж. Этим может быть как suitcase, luggage, bags. Все, что вы можете взять с собой. Вам придется пройти специальную регистрацию вашего багажа. Это называется check-in package. Когда вы пропускаете ваш багаж по специальной линии. И вы увидите только его после прилета. А еще есть carry-on – ручная кладь. Carry-on baggage, которую вы возьмете с собой. Когда вы добираетесь до аэропорта, вы должны сделать пару вещей перед тем, как вы сядете на свое посадочное место в самолете. Первое, что вы должны показать – это посадочный талон. На английском это будет boarding pass. Посадочный талон. На вашем boarding pass есть время посадки – boarding time. И выход на посадку – boarding gate, перед тем, как вы взлетите. Окей, вы также можете использовать это слово для поездов. Все то же самое. Вам также понадобится boarding pass, boarding time. Но вместо gate мы используем в этом случае platform. Платформа или перрон. Boarding platform. Как видите, здесь все просто. Самое главное – запомните слово boarding. С помощью него вы можете знать дюжину других слов. Окей, если вы купите какие-либо вещи за границей, вы должны обязательно написать декларацию. Declare – декларировать товар на таможне. Таможне на английском будет customs. Декларировать товар на таможне будет to declare goods at the customs. А на этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь на канал, если вы это вообще не сделали. Оставляйте в комментариях места, куда вы хотите полететь этим летом. Ну, или вы планируете куда-то. А мы увидимся завтра. Bye-bye.